Добрый день всем! Мы продолжаем наше изучение источников книги Раушельки по законам Нейно. И сегодня мы начнем с небольшого отступления. Поскольку мы в прошлый раз коснулись темы 30 заповедей в Нейно, где это сказано в трактате Куллин, мы заинтересовались, что там действительно написано в трактате и какие комментарии есть к тому, что написано там. В трактате Куллин приводятся разные трактовки стиха из Захарии. Не очень понятно, о чем он говорит. Говорится там о народах, то ли говорится о тридцати праведниках, заслуг которых мир существует, то ли говорится о тридцати заповедниках. Как это понять? Я поделилась? Нет еще? Нет, по-моему, нет. Вот это мораль. Давайте по очереди прочтем. Я прочту то, что он пишет про эти тридцать. Это число. Он пишет, что народы существуют в заслугу. Он конкретно не пишет, что они в каждом народе должны быть, но по-видимому он имеет в виду, что они среди всех народов. Хотя точно вот здесь из этого непонятно. И первое, что надо объяснить. Ну вот 30 праведников необходимых. А вот Израиль для того, чтобы даже существовать, для него нужно, чтобы в нем было трижды пятнадцать. Тридцать — это дважды пятнадцать. А для Израиля нужно, по Махаралю получается, и так же по этому листу Гемары, что для Израиля для него существовать нужно сорок пять. Трижды пятнадцать. А что эти цифры берутся? Пятнадцать? Дважды? Трижды? Это он не объясняет. Он говорит, что мы видим, что для народов нужно тридцать, что это дважды пятнадцать. Не все он объясняет здесь. Может быть, он объясняет это в другом месте. Я сама не знаю, к чему привязывают эти цифры. Он говорит, что Израиль — тройной народ, что в нем все должно быть три. В израильской армии, как известно, все делится на три. Но на самом деле не только в армии, а вообще очень много, что в жизни раскладывается на три компонента — трехмерное пространство, прошлое, настоящее будущее и так далее. Поэтому у нас есть, поскольку это должна быть какая-то тройственность здесь, то нужно три раза по пятнадцать. А для народов мира достаточно два раза по пятнадцать. Потому что народы делятся на два. Но две группы, я не знаю. Это мы учили. Тридцать народы Ишмаэлиты и народы, которые связаны с Айсавом. Да-да. Вот тут он пишет. Эцель Малхут парас Вейдом. Шемалхут. Шлахэм. Машха. Адзман Машель. До сих пор у нас как бы есть две силы. Не то, что эта персидская империя до сих пор существует, но эти вот силы персидские, которые выражались, так я понимаю, в Персии и тот, который выражается в Эдоме, то есть Риме, которая существует, будет существовать до прихода Мессии. Ты хочешь сказать, что сегодня существует Рим и Ишмаэль, да? Конечно, восток и запад, Ишмаэль и Дор. Ну, здесь это называется парас, но, наверное, имеется в виду, что теперь это Ишмаэль. До сегодняшнего дня это видно, что они все делятся на две группы. И я не буду здесь удлинять, поэтому нужно 30. Дим, хочешь продолжить? Нет, нет, я не хочу читать. Просто я читаю буду медленно. Я просто говорю, что это мы объясняли все вот эти вещи, которые сейчас мы на уроках по недельным главам объясняли. Ну, объяснили. А, ну, ты хочешь сказать, что слушайте мои лекции по недельным главам? Нет, нет, если интересно, то потом можно будет в конце. Ну, конечно. Тут очень интересно. Откуда вот 15, например, ты знаешь? Ну, слово 15 мораль из Праги очень хорошо объясняет в начале главы Берешит. То есть очень-очень подробно у него... Ну, смотри, я как по цифру 15 в Берешите она наблюдается около 8 или 9 раз. Там и 15 букв, и 15 раз сказано то слово, 15 то... Мораль очень любит это слово. Это цифра? Это число. Более того, он говорит, что 15, а не 13 было материалов для Мишкана. А Мишкан у нас про образ Вселенной, про образ... Поэтому как 15 было ингредиентом необходимо для творения мира, так было 15 необходимо для Мишкана. И Раша, конечно, говорит про 13, а мораль эту 15 везде вставляет. Это очень интересная цифра, 15. Ну, хорошо. Что-то в таком духе, да. Ну, давай я продолжу тогда, если хотите. А валь Улы саварки энцидеким болмот ракмаше мекаем утам, гем слушим митцвод. А мнение Улы – это другое мнение в нашей Гемаре, что речь идет не от конкретных людей, заслуг которых мир существует, а он существует в заслугу соблюдения на Иноах 30 заповедей. но, скорее, шоу, это был все другое, что я хотела думать, что для Т tarafов тадик... Я уже забыла, это было давно, что я хотела подчеркнуть, зачем я не помню. Он говорит, а именно Израилю нуждаются в этих 15 правильниках, потому что они находятся на высшей ступени, и это ступень 15, про которую написано в книге «Дворим» Венецнан Гошем Ильян. Он дал им возвышенность. Наверное, поставил тебя Всевышний выше. Выше, да. Тут же и Юдгей имеется в виду 15, то есть и дал 15 Ильян. Смотря там четырехбуквенное имя, либо К, либо Юдгей, сейчас я попробую найти. Нет, причем это основное имя Всевышнего двухбуквенное. Будем так считать здесь. Наверное, так оно там и есть. Но потом посмотрим. Даже если там полное имя, все равно, может быть, имеется в виду тут как раз, что он дал, что надо воспользоваться 15. Таким образом, в основном, в основном, не нужно делать 15 правильниках. Но в целом, в основном, не нужно делать 15 правильниках. А народы мира не нуждаются в 15 вообще. А им достаточно 10. Это такое общее число, но им тоже нужно три раза по 10. То есть это другой вариант. Так же, как у Израиля, три раза по 15. Потому что у них вот есть это высший уровень. Да, мы теперь посчитали по-другому. Раньше мы считали по числу народов, да, что им нужно, Израилю нужно три уровня по 15. Так или иначе, в любом случае. Но для народов, сейчас он считает по-другому, тоже им нужно три уровня. Но каждый уровень не 15, а 10. Хотя это базовый такой уровень. Может быть, 10 заповедей. Тогда что три уровня у народов означает? Это известно? Ну, три уровня, может быть, как всегда, как три уровня, я не знаю. Три сына Ноха, например. Ну, я не знаю, что он имеет здесь в виду. Можно иметь в виду, например, разные уровни души, разные уровни миров, например. Что, как бы, задействованы. Не знаю. Ой, Господи. Не, ну, как в первом абзаце он объяснил, что такое два у народов и что такое три у Израиля. Но теперь он по-другому объясняет. Там он это связывал с двумя группами народов. Ну, у Бешем Юдгей, Гамовой Альтар, Малот, Шуешли Сраи. Это вот имя, которое Дима нам раньше сказал, Дима Юдгей, оно указывает на 15, потому что численное значение его 15, и указывает он на уровне Израиля. Он сказал, что он приехал на 10-15, и он сказал, что он приехал на 10-15. Это я не знаю. Вы понимаете? А серия Минту – это 10-я часть от 15, что ли, полтора? Не знаю. Мы сейчас сделаем с вами, конечно, чудеса, потому что я всегда… Мораль – это самый сложный для понимания. Он сложный, да. Мы не пытаемся проникнуть очень глубоко. То, что мы можем сейчас из него понять, мы пытаемся понять. А не ставим себе задачу его понять до конца. Я думаю, нет. И поэтому у народов есть 10. Он повторяет, но на самом деле он не повторяет, он что-то здесь разъяснил, что мы не очень поняли. Он сказал, что у них нет. Он сказал, что они исполнены только три вещи. Он сказал, что у них нет. Он хотел сказать, что вообще должны были быть у них 30 заповедей. И это три раза по 10. И тогда было то, что им подобает. Сейчас у них есть только самое начало. И из каждой десятки вот этих заповедей, которые им добавят, они исполняют только одну. Одна из каждой десятки. Это то, что мы говорили в прошлый раз, что есть три заповеди, которые они из этих 30 все же выполняют. И удивлялись, что они должны означать. Поэтому мы, собственно, сюда и пришли. Может быть, не нужно было первой части вообще читать, но просто так я скопировала. И одна из них, это то, что они не пишут договор брачный между двумя мужчинами. Это, собственно, гомосексуализм считается прелюбодеянием. Но в русском языке нет точных переводов. Прелюбодеяние – это как бы супружеская измена, а тут это разврат. Разврат, да. Разврат скорее. Это преступление, которое совершается телом. Там перечисляется в книге «Вейкра запрещенный связь». Второе преступление, оно связано с деньгами. Написано там, что они не взвешивают мясо мертвого человека. Это публично на рынке. На самом деле, имелось в виду, что они его выдают за мясо животного. Стати. Шевша лахтохото адженоникар. Поскольку они его так развлекают, что уже невозможно различить и выдают его за корову, например. Так они торгуют человеческим мясом? Нет. Они этого не делают. Это вот вторая запрещенная, которая не пишет кубу мужчинам, а вторая не продает публично человеческое мясо. То есть они выдают его за мясо скотина? Нет, не выдают. Не делают. А, не делают. Он объясняет, почему. Но это при этом… То есть, чего они не делают? Они не совершают такого преступления, которое содержит в себе надувательство в денежном отношении. То есть они как бы берут мертвого, который никому как бы не нужен, неважно, где они его берут, и продают его как бы за скотину. Обман происходит здесь, денежный обман. Во всяком случае, махаралит относится к мамон, к нарушению денежных отношений. Шевша лахтохото адженоникар. И нет более худшего преступления в торговле, когда продают тело человека, и это вещь, которая вообще запрещается получать с нее какой бы то ни был доход. И нет у тебя воровства, кражи больше, когда ты обкрадываешь самого уже умершего человека. У Амитсваш лишит… И это третья заповедь относится к области заповедей. Первая – это была заповедь о совершении моей тела, вторая – это торговля, ну или там обман, относится к обману. А третья – это те, которые разумные вещи, отвечают разумным соображениям. И это те, которые говорят, что-то не прочитают. И это метод. Это метод. что не будет лишнего деборакла. Легко. Слышим, ну, шуми. А. Идет. 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 Мне кажется, он говорит, если я правильно понимаю, что первые две вещи, как мы говорили, они относятся к телу и к кражи. И представляют собой одни из самых тяжелых грехов в своей области. И они это, они это соблюдают. Ваше следующее, что ему было дебекут, более барах, в леде Тура. Отлично, это то, что все же, для Плец, Всевышнему, через историю. Вода, адки, маше эмар, ше эм кутбин, тубали захарин. Векен, маше эмар, ше эм мухарин, басар Амет бамукулин. Каээлю шне овирот, хэм, агэрот, хэкэшот, ютэр меколь хаавирот. Каээлю ште овирот, кату бахэм, ээлю лошон каша. Убэперэк, бэд бэйбамат, каша он шин шэм мишкулот, ютэрми он шин шэл арают. Ну, есть в трактате, он еще раз подчеркивает, что это из своей группы одни самых тяжелых нарушения, и он приводит еще цитату из трактата «Ибамат», в которой сказано, что нарушение торговли, грех, который человек совершает, используя неправильные гири, например, обманывая покупателей, он более тяжелый, чем разврат в каком-то смысле. Хотя мы знаем, что, я уж от себя добавляю в скобках, что разврат оказывается вроде бы тяжелее. про разврат написано, что все эти мерзости делали люди, которые жили здесь, в земле Израиля. про наказание за обман написано, что мерзость перед Всевышним, все делающие это. Вообще, в трактате «Ибамат» там как раз объясняется, чем, по-моему, в комментариях, чем все-таки, хотя мы знаем, что наказание за разврат более тяжелое, обман он тяжелее тем, что невозможно почти сделать покупателей, невозможно потом раскаяться. Хотя, конечно, с развратом бывают ситуации, когда ты не можешь раскаяться, например, родился от твоей связи незаконно рожденный ребенок, у которого есть проблемы, ты уже это никак не исправишь. Но, в принципе, человек раскаяться может как бы исправиться. А тот, который надул там миллион народу, он не может никак исправить свои дела, он не может им всем отдать то, что он у них украл. Но это я так и опять скобно говорю. Мазарай приводит стихи и объясняет, что подчеркивание в вопросе обмана покупателей там сказано «мерзостью Всевышнего». То есть это более жесткий язык. Мышка в Захаре, это тоже «мерзостью Всевышнего». Но из разврата гомосексуализм больше «мерзостью», чем другие, что реакция в Мышка в Захаре ктиб «Това Ги». Потому что там написано «Това Ги» в стихе, это одна «мерзостью». Ктиб «эт кола тавод» А там все эти мерзости описаны как бы вместе. Поэтому он подчеркивает слово, что это и то, и другое, это действительно тяжелое преступление. И все свои группы, они как бы представляются самыми тяжелыми, поэтому народы мира удержатся от того, чтобы их нарушать. Он говорит «мышка в Захаре». Он говорит «мышка в Кемин, это очень тяжелый, и в Ироюте, что это Zeva Ги» это значит «мышка в Ги». А аромат «тибот» и «гнешка в Захаре». И это говорит «мышка в Би». Я не буду переводить, он повторит. Он говорит «мышка нет». Он говорит «мышка, он говорит «мышка, в чем они это соблюдают, что они не пишут мужчинам брачный договор. Не знаю, стоит даже читать или нет, но посчитайте. Мне кажется, для многих, которые здесь присутствуют, будет скучно то, чем мы занимаемся. Вот мне, конечно, это очень интересно, но надо проголосовать и, может быть, как-то... Я думаю, что мы поняли основную идею. Основная идея, что есть три группы заповедей, из каждой группы он как бы дальше, мне кажется, я не помню, я давно это как бы смотрела. Мне кажется, дальше он упоминает как бы, что несмотря на то, что они все не соблюдают, тем не менее все-таки какое-то представление о Таре, о Всевышнем у них есть. То есть это как бы самый минимум, который можно от них требовать. Хама, а можно вопрос? Почему ты упорно везде и в Фейсбук, и сейчас трактат называешь Ебамот, а не Ебамот? Все-таки я настолько привык, что на уроках везде Ебамот, Ебамот? Ну, наверное, ты прав. По ошибке, наверное. Ну, так эта ошибка всегда, она у тебя вот постоянно. Поэтому я думал... Ну, хорошо, поправил бы ты меня раньше. Я бы, может быть, попробовала исправиться. Хорошо. Я знаю, что у меня встречаются ошибки. И у меня тоже был опыт с одной израильтянкой, даже девушкой, которая тоже постоянно одно слово произносила неправильно. Ну, бывают такие. Какие-то... Ебамот. Потому что Ебам, наверное. Ебем. Ибем. Потому что ИБУМ, но буква Ют меняет. Она гласовка чередования на Бенову и Ебамот. Да-да-да, она чередуется. Это для меня больше математика. А можно спросить? Нужно. Да. Я вот просто подумал насчет второй заповеди. Вот как вы думаете, почему прям такой страшный пример нужно приводить? Записнил выше. Махараль. Он сказал, что это самое тяжелое. Не просто он обманывает, что вообще, в принципе, плохо. А он к тому же еще продает мясо человеку, которое запрещено к использованию. Но это не просто мясо с молоком, а еще к тому же он ворует у мертвого. Тут есть соединение многих как бы вещей, которые делают заповедь в принципе еще тяжелее из всех прочих заповедей обмана покупателей. Правильно? Мы вот это же прочли. Поэтому самые тяжелые они как бы воздерживаются. А в остальном обманывают понемножку. Как и все в общем люди немножко... Нет, ну просто когда такое читаешь, то в последнюю очередь думаешь об обмане, о торговле. А просто вообще... Но на самом деле тут не идет речь по-моему об убийстве, а идет речь о том, что ну как бы и то, что они как бы людей вынуждают есть человечное, тоже как бы нехорошо, конечно. Но это хуже, чем продавать там просто трясное мясо. Хотя на самом деле нет запрета есть человечное. На самом деле. это странно отдельного запрета. Он как бы с точки зрения галахи не хуже, чем просто не кошельный. Хотя у нас у всех, мне кажется, есть к этому отвращение. Если у человека появится копыта раздвойная и жвачка, почему нет? Ну, да. Если его кошельно зарезать, ты говоришь, а кошельно зарезать это не будет убийство? Трудно, да. Я все-таки не понимаю, почему в какой стати мораль в трактате Явамот написано, как говорит мораль, что обмануть на рынке, перевесить на 250 грамм, наказание гораздо будет хуже, чем запретные половые связи. Я тяжело мне... привела только тот комментарий, который есть в трактате Явамот. Там говорят, что оно хуже тем, что ты не можешь исправить это никогда, даже если раскаешься. Ты кучу народа обманул, и теперь ты их найти не можешь, и как бы это не поддается исправлению этот грех. В этом смысле он хуже. Так, во всяком случае ей вам объясняется. А есть же где-то, я забыла, что воровство хуже, чем там, не знаю, грабеж, вернее, по-моему, да, хуже, чем... Воровство хуже, чем грабеж, потому что он как бы грабеж, он не боится никого, ни бога, ни людей. Но сейчас мы не по этому параметру все же делим, а потому что... Восемь так объясняется, я сейчас уже не помню, в самой Гемаре или в комментариях, но точно есть такой комментарий, что поскольку человек не может сделать... мне кажется, это в самом листе, что исправиться это почти невозможно, ты на дух ученарод. Это похоже на то, что называют лошонара, злоязычие. Ты что-то такое выпустил, какие-то слова, и потом всех повторяют, уже потом не исправишь, ты не найдешь, не заткнешь всем рудом. Но в этом смысле это похоже. Хотя сложен нарад, то есть созвезды, чем-то сложные законы, иногда это можно, иногда нельзя, а обманывать это точно всегда нельзя. Нехорошее дело. Вот есть кто-то еще Магарша, если хотите, можно попробовать прочитать. Я так понял, что во времена Талмуда было две совершенно разных линии относительно закона Бнойно. Есть линия 30 или 3, а есть линия 7. И на тот момент был спор, а потом победила в итоге линия 7. Теоретически могла быть такая ситуация, что и стройки все бы выводили. Или нет? Я не знаю. Это один мидражник. Он говорил 30. Он не говорит, что их три. Он говорил, что 30. И мы видели раньше, как Несим Гаот, если я не ошибаюсь, он это пытался это число 30 расшифровать. это не делился на десятки. В любом случае, то, что мы читали в Талмуде про три заповеди, ктуба для сахарим, человеческое мясо, их же три, они тоже поминаются в Талмуде. Просто мораль связывают с тридцатью, три и тридцать. Нет, это прямо в Куле сказано. Им дали тридцать, а они из них исполняли только три. А Махарат говорит, они из каждой группы исполняли по одной. Это уже Махарат. Но вообще это вполне логичный комментарий. Есть тридцать заповедей и они только три исполняют. Может, подумать, что каждая представляет какой-то отдельный действительно, как она есть, отдельную группу. Я не читала книгу Раббель Личтенштейна, там, где он тридцать заповедей приводит. Я не знаю, какие он там приводит. Может быть, он основывается на том, что Равнисин Гаон А изначально вот откуда это идет тридцать праведников или тридцать заповедей? какой-то посудник, который толкует по разному. Это стих из Захарии довольно сложный, где там идет речь о каком-то искуплении. Захарий довольно такой очень непростой пророк. Его очень в некоторых местах довольно трудно понять, но этот стих трактуют в отношении Гнейнов и что это за тридцать, которые должны символизировать. Хотите, чтобы я нашла стих в Захарии? это интересная. А можно? Здравствуйте, можно еще вопрос? Я так, если правильно я понял, то Лошонара относится к этим 30? Нет, нет, это я просто привела в пример, нет, я это привела в пример того, что почему обман на рынке, он может быть хуже, чем разврат, с точки зрения его му. Это по одному какому-то параметру, не то, что всегда и во всем хуже. Вот именно по этому параметру, так же и говорят, все трудно раскаяться от Лошонара. Но по поводу Лошонара, я думаю, я не помню, есть этого Рава Шерки или этого нету, но я думаю, что это понятно, что вполне желательная вещь удерживаться лябной ног от звездичек, вот немножечко. Это был Нас Хулин, какой? 92. Есть история про американского бизнесмена в тему, который продавал пластиковые, не продавал, а занимался производством пластиковых пакетиков тоненьких, маленьких. И он в течение 10 лет, еврей, в течение 10 лет немножечко не докладывал в каждый пакет. В пачке написано 100, а он докладывал 98 или 97, никто не считает. И так он 10 лет продавал, бизнес у него худо-бедно существовал. А потом он сделал шугу и пришел к своему Рэбе и говорит, Рэбе, блин, как бы мне 10 лет я занимался обманом, что делать? А Рэбе говорит, слушай, ну теперь только, как тут называется, закуярабит, добавляй не 100, а 105, 106 пакетиков в каждую упаковку пластиковых своих. То есть больше, чем надо. Он говорит, Рэбе, ну я так могу разориться. Ну я что, дурак? Написано 100, а я буду туда 105? Рэбе говорит, а ты попробуй, а вот ты попробуй. И он начинает это дело делать, то, что ему Рэбе сказал. Совершенно случайно, ровно через месяц, ему позвонила одна американская компания по инспекции за продуктами. Я не помню, какая-то у них там, их много федеральных программ. Она позвонила и говорит, мы решили провести эксперимент, взяли 4 или 5 производителей в Штатах, которые делают эти пластиковые пакетики, и пересчитали, сколько у всех было, отвечало ли на этикетке количество пакетиков внутри. Так вы, говорит, единственный, у которого больше, чем надо. И не делали большой сюжет на CNN, на Fox, на Bloomberg. Короче говоря, этот человек увеличил все свое производство в 6 или 7 раз за 2 года. И он стал, короче говоря, он целовал Рэбе, сдаку давал хорошую евреям. Вот то, что называется, все-таки возможно в некоторых случаях воровство каким-то образом искупить. Я как-то не могу сейчас найти. Я в свое время посмотрела даже, где это в Захарии было, но сейчас у меня плохо получается. Нет, я единственный нашел 30 серебряников, которые в Захарии отвесит плату мою. Да-да-да, правильно. Это 11-12. Ага, 11-11. Да-да-да. Тут есть какой-то выкуп, дайте, вот посмотри. Я по совету придет на закладе, он потом удаляет этих пастырей, и он хочет, дайте мне плату мою Всевышнему, когда если не давайте ответить на мою плату. Ну, это какое-то искупление, плата, не знаю, тут эти стихи трудные для понимания. Вообще, это явление такое, что вот уже пророки второго храма, их пророчество становится очень трудным для понимания. Они и сами не очень хорошо понимают вот эти сложные видения. Это характерно для времени исчезновения пророчества. Но, как бы, в данном случае это неважно, идет речь о том, о каком-то искуплении у Захарии, да, и о каком, что с миром, тридцать серебряников. Как раз мудрецы здесь из этого делают вывод, или тридцать праведников народов мира, или тридцать заповедей, которые они должны страдать. Может быть, так, я понимаю, что это не удовлетворяет на сто процентов, но, может, перейдем дальше уже к нашим. Давайте маршал, что там, по-моему. А, ты хотел маршал, да? Да, там же короткий кусочек, давайте его посмотрим. Это не так. О, может быть, я его вообще закрою? Это не так. Видно, да? Это 30 правильных народов мира. Там не видно текст, тут видно русский хулин, монет. Да? Не видно? Давай закрою. О, я его закрою. Извините, сейчас еще раз. Окей. Прошу прощения. Сегодня у меня сделали операцию, там, на зубе, и я немножко... Вот, это было? Да, маараль. И вот дальше маршал, да. Это как-то поясняет то, что в пророчестве, то, что было выше. И следовало бы это комментировать в отношении праведников Израиля. Гебара толкует эти вот тридцатеревников, как относящиеся к народу мира. Он говорит, что это русский. Немножко непорректно. У меня иногда трудности с переводом. Ну, отталкивает, то есть оно отрицает, наверное. Не-не-не, Лефареш Бедохак – это комментатор, не очень приемлемый комментарий. Впихнутый, то есть оно не отталкивает, а запиханное насильно. Не могу вспомнить русское слово. Ламар Деплиги и по этому поводу разделились. Есть люди, которые говорят, что это означает, что эти праведники и то, что ответят на эти тридцатеревников, это праведники народа. Он говорит, что это легко понять, но я на самом деле не поняла. Он хотел увязать это более точно со смыслом писания. И ему кажется, что в любом случае это говорится про праведников Израиля, а не про праведников народа. Как Раши объяснил это все про тридцать кэсов? Давай. Он говорит буквально, я не знаю, как понимать это все, тридцать шекелей, вернее, тридцать кэсов. И как это вам объяснить? Мне кажется, что единственная возможность кэсов в данном случае, то есть серебро, серебряники, объяснить глаголом кэсов. Ну а кэсов, это вы знаете, кисуфим, страстно желающие. То есть у нас получается не тридцать серебряников, а тридцать очень сильно чего-то желающих людей. Ну а дальше он уже переходит на хули. Поэтому, может быть, это и правильно, что Раша сказал, я не знаю. Да, потому что это действительно довольно сложный. Я думаю, на самом деле, может, я закрою это, да? Я думаю, это… Таким образом они просто хотели… Это называется осмах. Это не то, что они прямо выводят отсюда, что вот отсюда следует, как мы выводили семь заповедей, да, помните, стиха. Там действительно они хотели очень красиво все вывести из стиха, чтобы оттуда следовало прям вот семь заповедей. А тут они находят намек, что на самом деле этих заповедей тридцать, но не приводится прямо доказательство. Давайте остановимся на этой непонятной ноте. Может быть, и зря мы такую сделали отступление, но я предлагаю продолжить. Там еще несколько кто есть на тему… Мы, собственно, говорили о разумных заповедях, которые… Ой, нет. То, что Дерек Хэррис называется. Там что-то не закончили? Что-то осталось? Да, там что-то осталось. Господи, что у меня все время. Это вот как раз тот файл, который открылся тогда. Да, но у меня здесь достаточно много этих самых… Еще раз. Вот сейчас попробуем… Не хам, а ты лучше закрой лицензию Windows'а там крестика. А то мы все видим, что она у тебя не лицензированная. Лучше закрыть. Я не понимаю, почему она у меня лицензированная. Он долгое время… Я уже пошла еще раз тем, кто мне ее продал. Он говорит, сейчас я все устроил, а потом опять она появляется. Я не знаю, что… За нее нужно платить каждый раз заново, что ли? Ничего страшного. Я не понимаю. Я так… Вот это вот… Вот это как раз тут кулина приводится. Это поясок вузахарь. Ну, я всем… Смотрите, кому непонятно и кто хочет больше узнать про этот 11-12, всем советую Раши открыть и почитать. Там он все объясняет. Откуда 30, откуда 15. Это все от Авраама пошло еще. И будет 15 праведников в Вавилоне, и 30 праведников будет в Эрецисраэль. Все-все-все. 45, 13 плюс 15. Я думаю, кому интересно, а мы давайте дальше пойдем. Да, но интересно, что, да, так большие Раши тоже так же делят, да? Да, да. Или Махаральт именно в виду? Нет, нет, я говорю про Раши. Раши он простой и понятный, он не такой, как Махаральт. Раши на Захарию, да? Да, Раши на Захарию, почитайте, там все понятно. Перечисляются эти 30? Что-что? Перечисляются там эти 30 или нет? Что значит перечисляются? Там перечисляется, откуда эта цифра 30 взялась, как она связана с 15 и 45. Вот что он объясняет. А, а 30 заповедей нигде не перечисляют? Нет, только про праведников, да. Нет, они не перечисляются вот так, как 7. В Талмуде нет. Я же говорю, мы видели этого Равнисима, то, что он хотел добавить, что получилось 30. И то у него получилось, по-моему, 28, насколько я помню, и непонятно, что еще он добавляет. Может быть, еще разумный именно common sense, здравый смысл, то, что следует здравому смыслу. Вот у нас есть Нахмани Гаришит. Он говорит о Хамасе. Хамасе – это грабеж и угнетение. И сообщил Нолуху о Хамасе. Ну, Хамас я не перевела, потому что это как бы… Тут объясняется, что это такое. И не упомянула о том, что извратили свои пути. Потому что Хамас – это известный и признанный грех. И наши мудрецы сказали, что за этот грех был подписан их приговор. Ну, в смысле потопа, да? И смысл в том, что это разумная заповедь и не требует предупреждений пророку, чтобы ее соблюдать. То есть есть вещи, которые должны люди понимать сами. И всякие претензии к тому, что «а вот меня так учили, а я не знала, что нельзя убивать, что нельзя грабить». Они как бы не релевантны в данном случае, что человек должен это понимать сам, что это плохо. А также это зло по отношению к небесам и по отношению к людям. И человек, который совершает такие вещи, он одновременно и грешит против людей и против Всевышнего. Это не то, что соблюдение субботы, к примеру, или кашрута, или еще что-то. Сообразить человек сам как бы не может или, во всяком случае, не очевидно. И поэтому соблюдено фугрезу, который пришел на камеру. Из этих слов Нахманида, Рамбанна, надо бы следовать, что, безусловно, от всех людей требуется соблюдение заповедей, которые вытекают из разумных соображений, из common sense, из правого смысла. То, что должно быть понятно, нормальному человеку. Здесь вы поняли, да, что здесь написано? Брешит 6.13. Это мы тоже изучали. То есть у нас, когда речь про Вавилонскую допотопное поколение, то всегда идут два греха рядышком. Один разврат, а один грабеж. Постоянно. И когда мы начинали читать с вами шестую главу Брешит, там через слово то Хамас, то Гезель, то Гилуя Райот, там по-другому, правда, написано. Ну, по-русски разврат и грабеж. И вопрос, который задают обычно люди, которые начинают изучать Брешит, а все-таки скажите мне по-простому, за что было уничтожено допотопное поколение? За грабеж или за разврат? И вот Нахманит пишет, что все было очень интересно, потому что наказали как бы за разврат, но грабеж это было последней каплей. То есть разврат это было очень плохо, но оно могло продолжаться очень-очень долго, не 1654 года, а 2654 года. Но случилось то, что случилось, а точнее грабеж, и грабеж запечатал, подписал приговор тому поколению. Понятно? То есть у нас получается два греха, один из них основной, но второй последняя капля. Вот что здесь написал Нахманит. Я не совсем с тобой согласна. Он пишет тут, что в чем это Хамас его особенность, в том, что это вещь, которая не требует знания какого-то дополнительного предупреждения пророка или еще чего-то. Разврат это не так очевидно, на самом деле. Все животные, многие животные, у них нет постоянной пары, живут с кем хотят. Ничего такого в этом. Как бы даже из общих соображений, если мне это приятно и моему партнеру приятно, кому какое дело. На самом деле, это не все так просто, конечно. Тут тоже есть разные аспекты, которые имеют характер, например, угнетение или грабежа. То, что говорили про Нейна Филин, да, написано, говорит Тарас, то они брали себе жен, какие хотели. То есть захотел, то и взял, не считая ни с чем и ни с кем. То есть это тоже уже может отнести скорее к угнетению, чем к разврату. А особенность того, что за Хамас было подписано их наказание в том, что это каждый обязан знать, это прописи. Это не высшая математика, это самое элементарное, базовое. Грабить нельзя, убивать нельзя, угнетать нехорошо. Это как бы человеку понятно на собственном опыте. Тебе неприятно, что ты не делал другому то, что не хочешь сделать. Тебе это, скажем, достижение мысли, что это сформулировано было там Конфуцием, Хилелем. Но это как бы и до этого было понятно, я думаю, что это нехорошо, не дело нехорошо. Нихамас, а как это мнение Нахманида, которое здесь написано, дружит с мнением Майманида, который говорит, что не убивай и не развратничай, это те заповеди, шесть штук, которые были даны Адаму? Были даны. Мне кажется, это не противоречит. Он просто подчеркивает. Весьма возможно, что разврат их и уничтожили, потому что уже скатились неизвестно куда. Все это пошло совершенно уже, вышло за всякие рамки. Так Хамас. Но он подчеркивает тут очень важную вещь, что самое элементарное и самое важное, они не соблюдают то, что всем должно быть понятно без этого. То, что не требуется объяснение, не требуется ни тары, ни того, что было дано Адаму. Хорошо, был Адам, ты забыл, тебе не рассказали и так далее. Можно много оправданий придумать, почему я не знал, что нельзя развратить. Но то, что нельзя угнетать и то, что нельзя грабить, это элементарно. Ну, в общем, я так понимаю, Вася, точно. Я запутался, подождите, дайте две секунды. То есть, все-таки, это же разве можно назвать Дер Херес, не грабить? Ну разве это Дер Херес? Это заповедь, это самая настоящая митцва. Еще раз. Конечно, это заповедь, я же не спорю. Но, помимо этого, это еще и Дер Херес. Это очевидная вещь. То есть, так, во всяком случае, выходит под Нахмониду. И это во многих местах в Таре, мне кажется, тоже просматривается. Какой-нибудь сдоб приходит там. На самом деле, наказание сдоба тоже не за разврат. А то, что они за их аморальное поведение по отношению к Путинкам, которых они... И то, что мудрецы говорят, что их... Мое и твое, мое, твое, твое, мое. Нет. Твое, твое, мое, мое. То есть, никакой мироседии им не было близко. Ну, это я далеко ушла. Но вопрос про сдоб, то это все самое. За что их наказывать, если у них не было пророка, если у них не было заповеди? Они не знали, их никто не учил. И там тот же самый ответ. Есть вещи элементарные, которые ты должен знать. Есть минимумы, которые человек обязан знать. А нет, так его тогда потом. Ну, Василович, я так понимаю Нахмониду. Что скажешь, Андрей? У меня вопрос. Вот очень хорошо сочетается то, что мы читали в Хулин, да, про вот эти... И то, что пишет Марай, там, про разврат и про Хамас, да, про заповеди против тела, нарушение против тела, нарушение против денег. И то, что пишет Тора за то, что было уничтожено до потопа поколений. То же самое, да, Хамас и разврат. Окей, значит, это как бы Дерри Херрис. Но тогда почему в этом списке нет убийства? Это как раз тоже понятно должно быть само собой. А может быть дело в том как раз, что Дерри Херрис в разные эпохи разный и для разного поколения разный. Вот мы говорим о том, что некоторые вещи, зачем посылать пророков, да, чтобы объяснять очевидное. А зачем, например, их посылали, чтобы сказать, не угнетайте сироту и вдову. Ведь нам, например, очевидно, что это нельзя делать. Ну, слушай, это уже другое. Я ее не угнетала, она мне должна, или муж ее мне был должен. Пускай отдают, это справедливость. Я же не могу отдавать все свои деньги в долг людям, они потом мне возвращают. Пускай дети ее мне придут и будут мне рабами, да. Ну, это, так сказать, известный пример Астанаха, да, со вдовой. Как бы это не так очевидно. Грабить – это очевидно. Ну, во всяком случае, такое у меня ощущение. Есть много еще вещей других, более продвинутых морально. Но базу и мораль не грабить – это, когда уже это непонятно, то тогда уже все, тогда нет надежды. Но Андрей хорошо сказал, что убивать – это тоже очевидно. Я тоже думаю, это очень даже очевидно. Не знаю, люди воевали сначала истории до сегодняшнего дня и убивают. Это очевидно, да. Но у меня нет хорошего ответа на это. По Нахманиду, то, что мы здесь прочитали, что не извратили свои пути, а извратили свои пути словами Нахманида – это как раз и есть разврат. Да-да-да, конечно. Это означает, что разврат не является разумной заповедью и требуется предупреждение пророка, чтобы ее соблюдать. Да, вот так похоже из Нахманида. То есть получается, что у нас есть разумная, понятная заповедь ДРХ – это разбой, а убийство и разврат – это заповедь неразумная. Ну, это все-таки не так очевидно. Я не понимаю, что это значит, зачем нам… Чему нас Нахманид Баришид 6.13, вот этот кусочек? Что мы должны выучить отсюда? Вот что непонятно. Когда есть известный и признанный грех… То есть, с его точки зрения, он известный и признанный. Вот за это тогда наказывают. А остальное – хреново, плохо, очень плохо. И убийство, и это самое. Но почему-то это оправдывалось. То есть, был некий водораздел, вот этот поток, после которого были даны семь заповедей. И мы пытаемся понять, почему пришел поток, что они делали не так, какие у них были заповеди, что они могли понять, что они могли помнить от того, что дано было Адаму. И тут как раз ключ, да? Почему именно эти семь были даны? Может быть. Но как раз Нахманин тут говорит, нет. Он говорит, что… На самом деле, мы сейчас находимся в некотором разделе, где Рапшельки говорил о том, что минологи должны соблюдать заповеди, которые следуют из разумности. Мы про это уже несколько раз читали, да, что они говорили. Все заповеди, которые следуют из естественного нравственного чувства, здравого смысла и честного поведения, обязательно для мной но. Конечно, сегодня мы в этом ключе не обижать вдову и не убивать, конечно, и так далее. Но на тот момент перед потопом от них требовалось минимум, да, хотя бы не грабить. А уже этого они не соблюдали, это уже совсем нехорошо. Может, там был другой разврат какой-то совершенно невероятный, который был и так понятно, что… Может быть, но он как раз из Нахманида этим не следует. Я не знаю, я только читаю то, что у него написано. Может быть, и было. Там же так и написано, да, в комментариях, что какие-то межвидовые там были связи… Всякая плоть, да. То есть там они… Тем не менее, по Нахманиду их… В общем, я не думаю, что тут есть какое-то противоречие. Как Дима нам сказал, безусловно, за это они тоже были наказаны. Но последней каплей было то, что они не соблюдали то, что должно быть понятно и очевидно, разумно. Поскольку мы это все читаем в контексте вот этого пункта Рава Шерки, чтобы на иноах обязаны соблюдать то, что следует из естественной морали и здравого смысла, то он приводит здесь Нахманида, который в конкретном месте, в отношении потока. Подвергивал, что несоблюдение этих заповедей – оно приватное. Это то, что, в общем-то, мы отсюда можно извлечь. То, что тут может быть еще очень много чего – это само по себе. Понятно. Но он идет как бы дальше. Это не только для него запрещено правде, это запрещено семи заповедей. То, что мы прошли здесь Нахманида – это просто как свидетельство того, что это аргумент, что вещь следует из нравственного чувства, из здравого смысла. Это не обязательно, что она должна относиться к семи заповедей. Если она следует из него, значит, она обязательна для меня. И такие вещи могут быть разные в разных поколениях, получается. Я думаю, да. Я как раз и подумал о 20 веке. Вот прошло столько времени. Научились ли люди к чему-то или нет? Ну, вторая мировая, первая мировая. Сейчас опять что-то происходит. Вроде бы… Мы пытаемся говорить о всем человечестве в целом. Кажется, что все человечество в целом все-таки немного продвинулось, но это, так сказать, может быть, нам только кажется. Дальше вопрос и нашему любимому Раву Шерке, Раву Куку и даже Пинхасу Полонскому. Наше современное общество, оно более приличное, порядочное и продвинутое, чем было раньше? Или у нас просто как бы ширма стоит? Конечно, мы всегда судим по нашей сегодняшней морали. У нас есть сегодня определенные представления о морали. Нам кажется, что они продвижны по сравнению с тем, что было раньше. Но насколько это сто процентов, разные мнения существуют на эту тему. На самом деле, с точки зрения Тары, конечно, мир должен и, в общем, продвигается в позитивную сторону. Иначе все зря получается. Зачем напрягаться? Иначе очередной потоп и все пропадет. А конкретно в каждой ситуации люди иногда заблуждаются о том, что мы сейчас стали цивилизованным обществом, у нас все уже высокий уровень морали, а потом бабах, одна мировая война, Гитлер. Все какие-то страшные войны и убийства все время происходят на планете. Человечество в целом не может это остановить. Поэтому как бы всем понятно, что война эта нехорошая. Поживем и увидим, короче. Вдруг завтра все изменится. Как раз Йона говорит, что мы видим, что страны дальше вооружаются, и я согласен с ним. И еще одно, что вроде бы да. Я не слышу. Пропал? Да, что-то прервался. Я на секунду пропал. Я просто тут немножко время имею на работе, нахожусь и стараюсь участвовать. Я предлагаю, что это как бы у нас предвзятый взгляд. Мы смотрим с сегодняшней точки, нам кажется, что мы продвинемся. Тем не менее нельзя закрывать глаза на то, что есть падение, есть падение. Мы смотрим на коротком выпуске, и когда мы видим, что все очень сильно падает, нам кажется, что все уходит уже в какую-то бездну. А если посмотреть на очень длинное развитие, то вроде бы есть все же продвижение. И говоришь о том, что начало избавления народа Израиля на своей земле, да, не лучше. У нас бывают, опять же, более хорошие времена и менее хорошие времена. И сказать в целом, лучше сейчас, чем в начале построения государства Ильхула. Вы понимаете, что я хочу сказать? Когда мы на маленьком кусочке, очень трудно оценить, что происходит. Если ты смотришь на три, тридцать лет, сорок лет, сто лет, двести лет, то становится гораздо более ясно. Например, я читал книгу воспоминаний и писем, составленных из тех воспоминаний и писем, которые писали здесь с 16-18 века евреи, которые жили в земле Израиля. И кончая, там, начало 20 века. Не возможно себе вообразить тогда, что сейчас происходит. То есть мир, который здесь построил народ Израиля, там, сто, двести, триста лет назад, просто было, для них это было бы фантастика. Потрясающее подтверждение. Потому что тогда все было ужасно. Ну, просто ужасно. Я читаю, и волосы дыбом стоят. Я купила эту книгу для своей дочки, которая любит читать воспоминания. И думала, ей будет интересно. Она открыла в начале, открыла в середине, открыла в конце. Я это читать не могу. Настолько все тяжелое. Ну, вот я на все эти рассказы, когда говорят, что современный человек, он более прогрессивный, чем предыдущий. Я всегда люблю рассказывать ту же самую притчу мудрецов Гумаре. Когда берут кота, одевают, обувают, пшикают дезодорантом. Он у нас красивый, у него усы выбриты. И даже сделали ему специальный сервированный стол. И все отлично. Но в этот сам он уже нормальный почти человек. Но пускают маленькую мышку. И кот превращается в того, кем он был все это время. Это все хорошо, конечно. Но это ничего не доказывает. Человек все-таки не пот. И коты действительно в большом прогрессе не наблюдаются в развитии цивилизации. Они чем были, те они остались. Что-то не знаем. Они же не писали книг там 3000 лет назад. Может, у них там много был прогресс какой-то. Может, и был. Не знаю. Может, и был. Да. Те, которые одомашнились какие-то животные. Действительно, какие-то признаки себе позитивно развили. Но, опять же, у животных нет того, что если человек, у них нет все же развития морали. И нет коллективного сознания. Не знаю. То, что я хочу сказать, Диме. Я думаю, что ты со мной согласишься, что это не очевидно. Это не очевидно. Тем более, что мы не в состоянии охватить очень большой отрезок времени и понять, что именно действительно продвинулось. Потому что все время есть какие-то колебания туда-сюда. Кажется, что все так уже вдруг исправилось, все улучшилось и так далее. А потом опять все падает. А потом опять поднимается. Так что это такое сложное движение. Те пути, которые приходят в Мессия, в Маше, они всегда такие сложные. Человечество идет каким-то очень сложным путем. Тем не менее, приходится надеяться. Мы, евреи, всегда надеемся, что в конечном итоге все человечество дойдет по правильному пути. Мне кажется, что да, все-таки есть прогрессия. Несмотря на то, что иногда кажется, что нет земли. То, что я хочу сказать. Я не могу ничего гарантировать. Никто не может ничего гарантировать. Может завтра придет новый поток, поскольку опять не получилось. То есть нужно оставаться осторожным оптимистом. Ну да, я бы сказала так правильно. Потому что у нас нет никакого страхового полиса. Мы можем каждый раз сорваться, конечно. Но надо надеяться, что выжим. Это вот то, что я хочу сказать. Есть еще тут на эту тему. Но мы в следующий раз тогда закончим, ладно? Потому что у меня сейчас есть урок в понедельном разделе. Хорошо. Всем спасибо большое. Спасибо, Дим. И если что-то осталось непонятно, это хорошо. Можно об этом еще подумать. Всем спасибо. Спасибо. До свидания. Большое спасибо Нахаму. Всем спасибо. И всем мир и хороших новостей. Спасибо.